привет дорогие подписчики и гости моего канала с вами марина сегодня буду шить что-то интересненькое и первый раз беру лоскут навес но не жалко же тем более у меня его много такой рисунок попался какие-то обрезанные мишки а если порезать все на полосочки тоже будет эффектно но меня интересуют цветочки там есть оранжевые цветочки и я буду из них выкраивать гексагоны скачала в интернете такую фигурку это правильный многоукольник и 6 сторон можно самим ее начертить а можно скачать в интернете это проще сразу хочу сказать дорогие мои рукодельницы кто уже шил гексагоны пишите комментарии советы подсказки мы будем читать и вместе с вами творить а я задумала что шить а точно не знаю может быть подушку коврик сидушку самое главное научиться их сшивать можно вот так выкроить и сразу сшивать но мне надо усложнить хочу еще полосочки пришить чтобы они были какие-то яркие контрастные у меня еще лоскут есть квадратики из бязи из них серых полосочек нарежу я не очень люблю такие изделия которые яркие иногда шьют цветные а как правило выбираю или пастельные тона или спокойные но тоже получается красивый стиль смотрите да пришить первую полосочку надо соблюдать несколько правил не с краешку гексагончика а отступить место на ширину полоски а это еще лоскут был старых запасов по тону он подходит и значит обшивать буду разными полосками что-то комбинировать вот точно показываю как пришивать первую детальку и по 6 миллиметров с краю нужно всегда оставлять в начале для того чтобы соединить последнюю полоску мне кажется я показываю все подробно ручкой черчу голосом разговариваю показываю пишите в комментариях что еще непонятно будем обсуждать буду отвечать на ваши вопросики я давно хотела шить гексагоны и все откладывала но помните поговорку глаза страшата руки делают или например лиха беда начала вот это про меня сегодня не так уж все и трудно немножко времени побольше надо затратить но результат вас порадует в данный момент вы видите как я сшивала первую полоску с последней по моему все понятно набрала разных полосок чтобы сделать какой-то контраст смотрите как будто это в вертушкой пришивала такие полоски как вертушку однотонные дел и цветные лучше все это делать сразу несколько штучек заготовили гексагончики выкроили полоски иголками скрепили и на швейной машинке прошиваем нитки не обрезаем шитье ускоряем и у нас все получится дорогие мои лоскутное шитье дело увлекательное один проект заканчиваешь а в голове уже новый желаю всем удачного творчества новых идей и обязательно делитесь это в группе вконтакте выкладывайте свои работы мне очень интересно и всем остальным участникам тоже это моя любимая мини гладилка третий раз меняю чехол и игольница вот сделала эту игольницу не нарадуюсь в два этажа теперь любые иголочки и короткие и длинненькие легко в нее входят советую посмотреть такое видео как я делала такую игольницу и вот они мои гексагоны их надо все выровнять чтобы они были одинаковые а потом уже сшивать для своего проекта я подготовила семь гексагонов начать сшивать надо середины с каждой стороны оставлять по 6 миллиметров не с краю прошивать а отступив 6 миллиметров и и я сшиваю все детали по одному принципу немного конечно дольше затратила времени на пошив гексагонов но каждая мастерица хотя бы один раз мечтает попробовать этот метод у меня вот давно это была идея сегодня решила осуществить а еще советую перед пошивом лоскуты ткань стирать а можно и прикрахмалить что это дает ткань становится тверже вам выкраивать это проще и сшивать лоскуты тоже будет проще в комментариях часто пишут вопросы а что такое прикрахмалить я оставлю ссылочку в описании на подробное видео как подготовить ткани к пошиву думаю что она будет некоторым полезные я сшила все гексагоны про утюжила и вот по краю тоже нужно оставлять небольшие значит не прошитые места и пришивать треугольники но здесь мое терпение кончилось я сделала свой метод пришивания выкрыла просто треугольники край других деталей загнула утюгом заутюжила подложила треугольник вниз и сделала шов поверху это нисколько изделие не сделала хуже потому что потом я буду прострачивать все гексагоны делать какие-то контурные строчки потому что я до сих пор же не решила что это будет подушка сидушка какое-то изделие конечно вы мне подскажите я знаю вот такой сегодня у меня опыт а это флизелин я решила все-таки уплотнить на флизелин чтобы изделие стало более ровное флизелин у меня сегодня хорошего качества плотностью 40 и вот она моя красота цветочная такая поляна кому понравилось поставьте лайк жду от вас подписку на канал поделитесь в соцсетях группах своих контакте в одноклассниках в instagram с вами была марина и до новых встреч и до новых идей до новых встреч